Метроном стучит, значит город жив, значит ты живой. Эти строки как нельзя лучше характеризуют жизнь в блокадном Ленинграде. Символ несгибаемости ленинградцев, метроном, раздавался из городских репродукторов все 900 дней блокады. Звуки метронома в какой-то степени можно назвать музыкой, ритмом жизни, которые нашли отражение в новом сочинении «Помни». Ленинградская оратория для чтеца, сопрано, тенора, баритона, смешанного хора и оркестра, созданного специально по заказу Андреевского оркестра. Сегодня у нас в гостях автор оратории Виктор Васильевич Плешак, композитор, заслуженный деятель искусств России. Доброе утро. Доброе утро. И Антон Олейников, заслуженный артист России, актер Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Антон, вам говорим, тоже доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, такой общий вначале вопрос. Можно ли звуки метронома действительно вот так громко называть ритмом жизни, дыханием блокадного Ленинграда? Ну, конечно, это же спасало миллионы жизней, потому что, вот эти слова вы уже произнесли... И хор произносит в вашей артуре. Да, несколько раз, да, что если метроном стучит, значит, город жив, значит, ты живой. И у меня, когда вот сегодня, кстати, день прорыва блокады, и там номер такой есть, прорыв блокады, и он уже стучит совсем по-другому. Этот метроном в мажоре, и в конце хор поет, ты живой, город живой, город живой. И потом уже пошел номер, так сказать, салют победы и так далее. У нас, кстати, есть небольшое видеофрагмент выступления хора. Давайте посмотрим, ну, конечно, хор тоже без сену. Ну, действительно, конечно, вот невероятная атмосфера. Пробирает просто до мурашек. Даже сложно подбирать слова, но мы знаем, что это ваше второе произведение. Первое называлось «Ленинградки», было посвящено вашей маме. Вот насколько сейчас при создании музыки вы опирались на вот эту память семьи и традиций, может быть, каких-то рассказов? Я всегда опираюсь, потому что это уже в моих генах, как говорится, потому что я все детство и отрочество, даже, может, юность прошла. Мама была потрясающим рассказчиком, и поэтому все рассказы о блокаде, они просто вошли в мое душе и сердце. Не только рассказы, но и музыка, потому что она же пела в хоре МПВО, и они были первыми исполнителями знаменитой песни «Эх, Ладога, родная Ладога». Вот поэтому я, конечно, такой, хоть и родился сразу после войны, но считаю себя блокадным ребенком. Вот один из символов, можно сказать, главный символ блокадной жизни города – это голос Ольги Бергольц, который слушали все ленинградцы и, конечно же, те, кто были на фронте. А как ее стихи будут интегрированы в ораторию? Дмитрий Хохлов, который попросил меня написать вторую ораторию, посвященную блокаде, сказал, что обязательно в этом ораторию должны быть стихи Ольги Бергольц. Их не было в первой оратории, там совсем были другие стихи. И я, когда прикоснулся к поэзии Ольги Бергольц, я, конечно, был потрясен, вот, так сказать, той искренности, такого живого отношения, которое касалось всех ленинградцев, и не только ленинградцев, она обращалась ко всей стране. И вот этот ее голос, ее вот эти интонации, я решил передать голосом сопрано. То есть были написаны такие, что ли, вокализы. То есть получился такой своеобразный концерт для голоса и чтеца, и оркестра. Вот как раз-таки к Антону хочется подключить к нашей беседе. Вот вы на правах чтеца, в роли чтеца, не знаю, как правильно сказать. Расскажите о том материале, который вы будете доносить до зрителя, и как вы готовились, может быть, проникались вот этой действительно атмосферой жизни блокадного Ленинграда? Работали, может быть, с архивами, с историческими какими-то воспоминаниями, вот в том числе и как-то в России считал, семьи? Вообще, надо сказать, конечно, миссия очень ответственная. Премьера у нас состоялась 15 января в Большом зале филармонии. Атмосфера была, конечно, потрясающая, потому что вот этот наполненный зал людей, которые практически впитывали каждый звук, каждое слово. Я вообще должен сказать, что мы должны с вами гордиться, что среди нас живет современник, композитор, который взялся за такой материал. Это на самом деле дорогого стоит. И вот оратория называется «Помни». А ведь «Помни» — это суть этого произведения, это обращение к каждому из нас, к каждому. И вот есть такой стих, который мы используем в этой оратории. Если вы позволите, я его... Пожалуйста, конечно, давайте. Да, 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 да. С удовольствием. «Опять война, опять блокада, а может нам о них забыть? Я слышу иногда, не надо, не надо раны бередить. Ведь это правда, что устали мы от рассказов о войне и облакаде пролистали стихов достаточно вполне. И может показаться правы и убедительны слова. Но даже если это правда, такая правда не права. Чтоб снова на земной планете не повторилось той зимы, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война. Ведь эта память, наша совесть, она как сила нам нужна». Спасибо большое за такое проникновенное, мощное прочтение. Очень правильные строки. Ну и вообще появление этой оратории, мне кажется, появление таких произведений никогда не бывает лишним. И, конечно же, все мы будем помнить. Вы создавали его для конкретного ансамбля, для Андреевского оркестра. Вот есть ли какие-то особенности для работы с таким большим коллективом? Ну, это уже десятая моя работа такого жанра, как оратория. Были еще поэтории, тоже оратория, но только там роль поэзии более важная. Здесь тоже можно было назвать поэтория, потому что более 20 поэтов привлечены были, так сказать, и живые, и те, которые были во время блокады. Кстати, один из певцов блокады Юрий Воронов, это вот его стихотворение сейчас подсчитал Антон Олейников. Ну, конечно, там очень большую роль играла поэзия Бергольц, но у меня даже есть Пушкин, потому что я нашел такие материалы, что академик Асапьев, композитор и большой музыкант, и директор Ленинградской консерватории Алексей Маширов в самые тяжелые дни 42-го года, зимы, шли, гуляли по Неве, как гуляли, ну, наверное, еле-еле шли, вот, но читали Пушкина «Люблю тебя, Петра творения», и я взял это стихотворение, и певцы, и хор, и оркестр, как такой гимн несгибаемости ленинградцев, и гимн, так сказать, дух, ленинградского духа «Пушкин жив», там же еще использованы стихи Веры Инбер, так что вот и классики тоже помогли. Виктор Васильевич, Антон, мы вас благодарим за то, что нашли время, пришли сегодня в наш эфир, хоть премьера, как вы уже сказали, состоялась, наверняка каждый концерт, каждое исполнение, это абсолютно точно какие-то новые эмоциональные грани, поэтому желаем, чтобы и зрители обязательно их получили, и артисты в том числе, это тоже очень важно. Спасибо. И, конечно же, спасибо за сохранение памяти, мы уже говорили о том, что это важно помнить и передавать наследие, и такое наследие будущим поколениям. Благодарим вас. Спасибо. Спасибо большое.